Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас в школе графического дизайна. Сегодня мы разберемся с очень интересным эффектом тени в программе Coral Draw. Что такое тень? Это наиболее простой способ сделать изображение более объемным. Мы знаем, что на нашей планете Земля тень отбрасывает любой объект, и тень ложится от света. Давайте в Корле разберемся. Начнем с простых объектов, потом перейдем к более сложным. Ну, во-первых, нарисуем те объекты, на которых будем рассматривать эффект тени. Давайте какой-то голубой квадрат и какой-то, допустим, зеленый круг. Инструмент тень лежит в левой части экрана. Пиктограммка выглядит вот таким образом. У кого-то она уже включена, у кого-то может быть другой инструмент. Из этого списка выбираем тень. Предварительно нужно выбрать объект, от которого отбрасываем тень. Зажимаем левую клавишу мыши, ведем, видим, появляется курсор. Это как раз контур будущей тени. Вот она может быть длинная, может быть очень длинная, может быть совпадает с нашим предметом. Отпускаем. Вот получилась тень. Видим, что начало пути обозначается белым маркером, конец тени обозначается синим маркером. Между ними бегунок. Бегунок работает с прозрачностью, то есть ближе к черному менее прозрачная тень, ближе к белому более прозрачная тень. Эти же моменты все есть вот здесь. Но плюсом. Что мы можем сделать? Пощелкать вот здесь. Тень снаружи, тень внутри, усредненное значение. Дальше мы можем поменять цвет тени на любой другой. Наверное, все-таки более темным пока что. Уставим. Если хотим отменить тень, то у нас перечеркнутый знак. Щелкаем. У нас эффект тени отменяется от объекта. Дальше тени мы можем и копировать, и клонировать. Давайте мы откопируем вот эту парочку. И будем сравнивать, когда эффект тени скопирован, а когда клонирован. Выбираем объект, который будет отбрасывать тень по свойствам этой тени. Идем. Эффекты. Скопировать эффект. Тень. Появляется большая стрелка. Щелкаем на этой тени. Вот получилось точно по таким же свойствам. С такой же прозрачностью откопировалась тень. Во втором случае мы с вами клонируем эффект тень. То же самое. Когда у нас эффект копирован, мы можем изменять эти тени независимо друг от друга. Ну, допустим, поменяем здесь цвет. Поменяем начертание этой тени. Скопированный эффект не будет меняться. Если же тень клонированная, то при изменении этой тени меняется первая тоже. То есть, понятно, взаимосвязь клона. Давайте это сейчас удалим. Дальше тень могут отбрасывать группа объектов. Вот у меня заготовлена такая дамочка. Детский рисунок. Она у меня сгруппирована. Выбираем объект этот сложный, состоящий из многих других. Взяли тень. Таким же образом работаем, ведем. У нас уже тень, естественно, меняет форму. И получается очертание нашей вот этой сложной фигурки. Тоже удалим. Очень интересная тень на текстах. Давайте напишем тень. Возьмем что-нибудь пожирнее. Фигурный текст обязательно нужно посмотреть. Урок ссылочку я оставлю в инфоблоке. Написали, взяли инструмент тень. То же самое. Прикрепляемся, прицепляемся в какой-то части нашего объекта и начинаем тень двигать. Да, она может лежать так, идти туда. То есть куда угодно. Работаем точно так же. Цвет меняем, написание, длину. Причем, не сказала раньше, что тень независима от объекта. В плане цвета. Взяли тень. Можем менять у нее цвет. Можем менять контур. Делать большой. Но когда меняется форма объекта, меняется тень. Допустим, мы перетащим несколько букв. Понятно, тень тоже убегает вместе с изменением нашего первого изначального объекта. Если, допустим, вернуться к квадрату, от него отбросить тень. И, например, изменить контур. Конечно, вместе с ним потянется и форма тени. С этим, я думаю, все понятно. Мы можем эффектом тени делать свечение. Вот, допустим, у нас какое-то темное небо. Мы нарисовали звезды. Ну, наверное, какие-то светленькие, да? Выбираем свечение. В данном случае, конечно, лучше поставить его ровно, четко по центру. Изменить это свечение. Ну, вот, допустим, обычный, да? Выставить или добавить. Можно форму свечения придать. Давайте еще контур отменим. Вот видите, какие тут разные подварианты. Тут надо, конечно, сидеть и разбираться. Здесь очень хорошо наглядно видно, если мы меняем цвет на каком-то фоне. Когда мы хотим, вот, допустим, я хочу сделать много таких звезд. Если мы берем просто инструмент, просто объект и ведем его куда-то, копируем, у нас тень не захватывается. Поэтому, если хотите звезду откопировать со свечением, обязательно выбираем вместе и копируем. Вообще, как устроена тень? Если правой клавишей щелкнуть по тени, правой клавишей разъединить, и видите, что у нас получается. Это, конечно, уровень уже продвинутых пользователей, но, тем не менее, у нас отдельно тень. Это растровый объект. То есть, данное приближение, посмотрим, это огромное множество точек. И отдельно остался наш векторный объект. Поэтому, когда мы копируем, обязательно захватываем и то, и другое, то есть оба объекта вместе. Друзья мои, на этом сегодняшний урок заканчиваем. Обязательно посмотрите в разделе Coral для продвинутых, каким еще образом мы можем сделать падающие тени. Если урок был вам полезен, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока!